Сербское имя – имя, которое дается представителю сербского народа при рождении и используется имя всю жизнь. В сербской культуре считается, что значение имени влияет на характер человека. Сербы могут носить имена славянского происхождения, греческого, еврейского и даже арабского или тюркского происхождения. Греческие имена характерны для сербов христиан, арабские и тюркские, для сербов мусульман. История. Первые имена, которые давались сербам, были славянского происхождения, которые давались в честь животных, растений, природных явлений или личных качеств человека. В сербской культуре считалось и продолжает считаться, что от имени человека зависит его судьба во времени и пространстве, а также его доминирующие черты характера. После принятия сербами христианства среди них стали распространяться христианские имена греческого и еврейского происхождения. Так, в летописи города Дичани от 1330 года почти 90% местных жителей носили народные имена. В 15 веке доля народных имен составляла 72,6% даже во время турецкого владычества. Со временем стали появляться сложные имена, состоявшие из двух корней – Томислав, Петрослава, Павлемир, Джурисав и Т.Д. С 1900 по 1990 годы среди жителей Белграда встречались имена, заканчивавшиеся на основы – Мил, Рад, Драк, Люб, Жив, Слав, Вук, Бур и Мир. С 1990-х годов снова возрастает доля христианских имен. Из 10 детей, родившихся в Белграде в 2003-2005 годах, только у одного было имя чисто славянского происхождения – классификация по происхождению. Сербские имена делятся на имена славянского происхождения и иностранного, со временем они стали привычными для сербов. Славянские имена Славянские имена являются неотъемлемой частью сербского славянского наследия, распространенной среди всех славянских народов. Для них характерны суффиксы – Ан, От, Бор, Ка, Ван, Вой, Вой, Драк, Ка, Ка, Люб, Мир, Рад, Слав, А. Греческие имена Греческие имена в Сербии появились после крещения сербов в Православии. В этом большую роль сыграла Византия, а также просветители Кирилла Мефодий. Для имен греческого происхождения характерны суффиксы – ЕА, ЕА, МА. Еврейские имена Еврейские имена пришли в Сербию после принятия христианства. Значительная часть имен упомянута в Ветхом и Новом Заветах. Известны следующие. Аврам, Адам, Гаврила, Давид, Даниила, Илья, Исаак, Евреям, Еремия, Елисавета, Йона, Йосиф, Лазарь, Мария, Михаила, Наум, Сава, Сара. Тамара, Манаси и другие арабские имена. Арабские имена пришли в сербскую традицию после того, как Сербия стала частью Османской империи. Эти имена, однако, носят не только мусульмане, но и христиане. Нередко в смешанных семьях рождались дети, которым давали арабские имена. Известны следующие. Айша, Амила, Азра, Элмира, Эмир, Эмина, Эсма, Ясмина, Ламия, Лейла, Мирза, Надя, Сенат, Синан, Сафит, Селма, Фатима, Фахрета, Хана, Шабан и другие. Новые имена-имена, созданные на основе неологизмов или в честь известных людей, появились в Сербии в 1950-е годы. Обычно эти имена носили известные политики, звезды искусства и другие люди. Так, в Сербии появились имена Элвис, Ленин, Сталин, Индира, Жаклина, Кассандра, Русск, Валентина, Сильвана, Даяна и другие. Помимо этого, в честь неологизмов стали появляться имена машинка, тракторка, петолетка и многие похожие. Классификация по образованию. Сербские имена делятся на простые и сложные. Простые имена. Простые имена образуются на основе существительных прилагательных или глаголов. К ним прибавляется затем морфема. Наиболее распространенные суффиксы Ан, Ван, Йон, Ин, Ица, Я, Е, Е, Ка, Ка, Ла, Ла, На, Ош, Та, Ут, Хнак, Ша. Наличие морфема не обязательно для образования имени, тогда используются прямо существительные. Так появились имена Вук, Голубь, Лав, Змай, Вишня, Дуня, Ягода, Ружай, Ела и многие другие сложные имена. В сложных именах есть как минимум два корня существительных прилагательных или глаголов. Встречаются чаще всего следующие корни – Бог, Бор, Бран, Брат, Вит, Влад, Вой, Вой, Е, Вук, Драк, Жив, Уп, Мил, Мир, Рад, Рад, Сав, Син, Шин, Слав, Стан. Значение имени. Имя считается показателем того, каким представляет себе народ окружающий мир, во что верит, чему надеется и как реагирует на испытания. Сербы следуют принципу Нумен-Эстомен, в соответствии с которым от имени человека многое зависит в его жизни. В сербской традиции было принято давать иногда имена у береги Вук, Вукашин и Вукан, чтобы давать человеку волчью храбрость и верность. А имя горчин тем, кто готов сражаться с трудностями и горечью жизни. Родители, давая имя ребенку, желали ему обрести счастье, здоровье, красоту, добро, силу, мир, мудрость и любовь. Так детям давали имена Гвозден, Здравка или Невина, чтобы те были здоровыми, для сохранения красоты имена Лепа, Дивный Витомир, Добрым Сердцем, Благое, Добри, Добривое, Доброщин, Добрача, Примеры значения некоторых имен Зламанница, Завида, Страхиня, Отмеч, Живана, Живка, Весна, Лада, Ранко и Ранко, Дуня. Продолжение следует...